Открывая встречу, председатель Общественного Союза, ветеранов и граждан Абхазии Айай Равианур Ашба отметил, что главная цель круглого стола – услышать мнение общественности, политических организаций о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Питсунда. Сегодня это очень важно, что некоторые наши чиновники и власть, в принципе, подносят в том, что мы против России. Вот как раз мы не против Российской Федерации. Мы понимаем, что она является церковским партнером. Могу сказать, что как старший брат. Во встрече приняли участие депутаты Питсунды в Гагарском районном собрании Алхастское, председатель Питсунского городского собрания Мурат Ачба. В своем выступлении Мурат Ачба отметил, что проект соглашения госдачи Питсунда попал к ним в 2021 году. Собрали 1670 подписей против передачи в собственность госдачи Питсунда. Хочу поставить акцент и подчеркнуть тот момент, что мы говорим именно о передаче в собственность. Никто из Питсунчан, никто из собрания Силал-За или Питсунды, никто из нашего актива не говорил, что мы против ФСО Российской Федерации или против их присутствия. Мы все прекрасно понимаем наши отношения, сегодняшнее положение дел в мире. Мы все разумные люди и понимаем, что нам жить и дружить долгие-долгие годы. Мы просим не передавать такую огромную территорию другому государству, хоть оно и является дружественным для нас. 9 сентября 2021 года депутаты Питсунского городского собрания с письмом и подписями обратились к спикеру Народного собрания Валерию Кварча. Валерий Ремеевич нам ответил и в письменной, и в устной форме. Если сказать буквально в двух-трех словах, он сказал, что он нас полностью поддерживает в этом вопросе. И основная часть депутатов также нас поддерживает в этом. Но у них сегодня на руках всего лишь проект соглашения, а официальной бумаги никакой нет. Представители общественных и политических организаций высказали свое мнение по поводу передачи госдачи Питсунда Российской Федерации. Честно говоря, я очень сомневаюсь, да просто уверен, что вот этот подход, он абсолютно не согласован и не имеет ничего общего со стратегическими целями высшего руководства Российской Федерации. Вот эта идеология, которая практически в ежедневном режиме транслируется из средств массовой информации, мы ни на что не способны. Мы не способны содержать свою энергетику, мы не способны содержать свою армию, мы не способны строить предприятия. Мы вообще ни на что не способны, поэтому исходя из этой логики, надо все это передать тем, кто способен. Представители нашей республики находимся в Донецкой народной республике, боремся с фашизмом, с национализмом, плечом к плечу с нашими братьями, с Российской Федерацией. Сегодня есть некие такие высказывания, что мы отталкиваем российскую сторону, типа как-то относимся, не знаю, как-то высказываются так, некорректно. Если бы так было бы, мы там не находились бы. Большое количество людей там находится. И мое мнение, в принципе, я выражаю их мнение. В принципе, вот сейчас я выражаю их мнение. Я призываю все силы политические, общественные, гражданские силы Абхазии, давайте мы объединимся. Не в качестве оппозиционеров, а в качестве мощного гражданского общества, которое скажет свое мнение. Это очень важно, потому что этот вопрос по Бесунской даче, это только один из вопросов. Сейчас в преддверии вопрос по энергетике. По ряду вопросов. В онлайн-формате в работе круглого стола принял участие командир интербригады «Пятнашко» Ахра Авицба. Россия, которая в лице Советского Союза потеряла 15 республик и так далее, чтобы для него стоял остро вопрос по Аибке или по Бесунге, еще что-то. Не поверю. Не поверю. Это искусственный вопрос, который специально муссируется. Ни Владимир Владимирович за эти земли не знает, ни самого в целом России. Если частные инвесторы в лице бывших губернатора еще что-то как-то выкруживают и что-то угадывают, мы не должны на это вестись. Мы изучили вопрос. Почему? Теперь хочу обратиться к стенограмме президента. Это вообще не выдерживает никакой критики, где президент говорит. Шестой созыв парламента, это вообще смех, промолчал. А мы что, с президентом групповых взаимоотношений, что молчание принимается как закон согласия? Я вообще в ужасе. Слушайте, мы отправили. Валерий Еремеевич лично общался, лично передал нашу инициативу. Вы знаете, почему, в принципе, шестой созыв парламента, так сказать, как высказался президент, промолчал? Вы видите, мы сейчас собираемся. Мы понимали, что именно это будет со стороны людей. Во время встречи президента с жителями Сухумского района глава государства прояснил ситуацию с имущественным комплексом госдачи Питсунда. У меня здесь есть документы, они у меня с собой, в соответствии с которым в апреле 2021 года, это более года тому назад, соответствующий документ от администрации, проект соглашения был направлен в парламент. Это произошло 27 апреля 2021 года. 27 апреля 2021 года парламентом документ был получен. Тут стоит резолюция бывшего председателя парламента, которая гласит следующее. Сышба Александр, представитель комитета по экономической политике, изучить. Жаня ВВ, это руководитель аппарата парламента, раздать всем депутатам для изучения. Подпись представителя парламента. С 27 апреля прошлого года до даты ее подписания, до 19 января 2022 года документ находился в парламенте. Мы должны были получить ответ. Ни один документ из парламента к нам в администрацию президента по этому поводу не поступил. В ходе круглого стола депутат парламента Эрик Арштуни сообщил о том, что на внеочередном заседании сессии Народного собрания Республики состоялось обсуждение проекта постановления об обращении в Конституционный суд с запросом о соответствии Конституции Республики Абхазия, не вступившего в силу соглашения между правительством Абхазии и правительством России о передаче в собственность объекта на территории Абхазии и порядке его использования. Изучив представленное межправительственное соглашение, Народное собрание Республики Абхазия постановляет обратиться в Конституционный суд с запросом о соответствии Конституции Республики Абхазия, не вступившего в СИУ соглашения о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования. Сегодня была внеочередная сессия в связи с обращением в общественную палату относительно экспертизы и депутатов шестого созыва, относительно обращения в Конституционный суд. Соответственно, в парламентах было принято постановление относительно этого вопроса по государственной даче Пицунды и ратификации соглашения. Вопрос передан Конституционный суд. Будем надеяться на справедливое и правильное решение. Во время круглого стола у гостиницы «Атриум Виктория» завязался конфликт, однако он не получил развития. Сотрудники правоохранительных органов установили общественный порядок. Позже на официальном сайте Министерства внутренних дел Республики Абхазия появилось обращение к гражданам о том, что в целях обеспечения правопорядка и безопасности во время проведения общественных мероприятий будут пересекаться все противозаконные действия, в том числе и провокационного характера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok